Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 июля, день Прокла, назван в честь святых мучеников Прокла и Илария. Они отказались принести жертвы ложным богам. Игемон стал Прокла стращать муками, на что Прокл ответил, что, мол, ты, Игемон, первым признаешь моего Бога Христа. Игемон, разгневанный Игемон, приказал мучить. Потом Прокла стали перегонять в другой город. По дороге он помолился, и все остановились. Кони не хотели продолжать путь. Вот тут-то и признал Игемон силу Христа, о чем и написали в Хартии. Считается, что на Прокла бывают самые большие росы. Поэтому этот день назвали Прокл плакальщик и говорили, на Прокла и поле от росы промокло. Эту росу использовали, чтобы уберечься от сглаза. Для этого надо было просто умыться ее рано утром. Для того, чтобы собрать росу, на траву клали простыни, а потом отжимали. Повторюсь, эту росу считали лучшим средством от сглаза и порчи. Девушки сегодня старались вставать до рассвета и умыться росой, чтобы сохранить красоту и молодость. Снахари в этот день собирали травы, из которых готовили снадобья и лечили народ. Приметы. Если нет росы и тумана в низинах, будет ненастье. Если сегодня много росы на лугах, год будет удачным. Мы с вами не просто сделаем суп, а особо целебный суп, который называется сырой калевый суп. В него входит морковка, как основной компонент. Морковки мы возьмем примерно около 300 грамм. В нее входит в этот суп свекла. И в него входит шпинат. Видимо, все это мелко будем рубить, я так полагаю. Это, наверное, будет крем-суп. Да. Мы очень мелко порубим все и все это съедим с вами. Но варить мы его не будем. Это будет холодный как раз суп. Варить мы не будем. И получается, что именно вот этот суп за счет того, что очень много щелочных элементов, микроэлементов, он будет способствовать тому, что различные отложения, которые у нас есть, он будет рассасывать и выводить. Очень хорошо там от подарка будут помыть. Вообще. Снимает. Нет, у меня их нет, я так теоретически скажу. Он снимает различного рода интоксикацию. Потому что если человек там, ну, будем говорить, питается неправильно, там, допустим, находится в помещении, в котором накурили, пассивное курение, все это всасывается в наш организм, жизнедеятельность его снижается. А мы ее повысим этим супом. Итак, для этого мы будем использовать соковыжималку. Соковыжималка. Поэтому это отодвинется. Я буду как эхо стоять рядом и повторять каждое ваше слово. Для этого нам понадобится соковыжималка. Я буду говорить, что соковыжималка. Соковыжималка. Мы ее сюда ставим. Помочь чем-нибудь? Помочь. В своем присутствии? Морковочку сюда взять, поставить. Морковь мы будем как-то чистить сначала еще или она уже готова? Дело в том, что я морковочку уже помыла. То есть мы ее просто помыли и все, и она у нас готова. Кроме того, вот эти вот кончики надо отрезать. Я могу отрезать. Отрезать, пожалуйста, потому что как морковку не мой, а вот эти кончики... А сколько нам понадобится морковинок? Две? Морковник? Нет, нам понадобится больше морковинок. Интересное название попки, да? На самом кончике. Кстати, а Светлана, а что вы любите делать сами из моркови? Я люблю вообще, конечно, ее есть в сыром виде, когда она свеженькая, выдернуть ее из грядочки. О, тогда она самая-самая полезная. Когда удается в это время быть там на даче. А в основном я люблю использовать ее в салат. То есть я ее мелко натираю, смешиваю с черносливом, добавляю в сметану. И вот такие салаты очень люблю есть. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами. Вы знаете, так как ученые говорят, что якобы действительно это все усваивается лучше со сметаной и сливками. Но я на своей практике убедился, что она усваивается прекрасно и без всяких сливок, и масла. Поэтому ее можно пить в свежем виде, без всякого яка. А я тем временем свеколку возьму. Так, о, хорошо, ну как на вкус. Так, и у нас еще шпинат. У нас свекла и у нас шпинат. Шпинат особо ценен тем, что в нем есть различные такие вот кислоты естественные, которые вот растворяют все отложения, образующиеся, знаешь, от чего рассказать? От чего? Оказывается, когда мы едим... Попробуй... Чего-то похож на щавель. Это щавель и шпинат одинаковый. Кисленький. Кисленький любишь. У меня родилась кроликом, да. Так вот, те вещества, которые здесь содержатся во всем этом супе, способствуют тому, что особенно кальций, который имеется у нас в пище, в том же молоке, в том же твороге, в других продуктах, во время термической обработки он становится не таким доступным биологически. И поэтому он откладывается... Где он откладывается? Он откладывается в сосудах, делая их черствыми. Он откладывается, ну, допустим, если в стенках вен, это варикозное расширение. Если в этой области, значит, проблемы будут с геморроем. Он откладывается в сердечные мышцы, тоже вызывая там неприятные такие явления. А шпинат помогает? А шпинат особенно хорошо его. То есть шпинат в этом калиевом супе не заменит. 23 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная. Поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить собаконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!